Первое, это реакция наших гарантов Минских соглашений Франции и Германии. Обязательно скажем, но чуть-чуть позже. Миды которых четко сказали об отрицательном отношении к этому шагу РНБУ. Точно такое же заявление сделал Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, мнение которого для нас априори имеет достаточно большое значение на сегодняшний день. Мне бы хотелось спросить у тех, кто вводил решение РНБУ, кто блокировал, потому что достаточно интересная ситуация складывалась. Сегодня руководство страны говорит о том, что блокада это плохо, завтра делает решение РНБУ о том, что это хорошо, а сегодня премьер говорит прямо опять же о том, что это плохо, и блокада приведет к тому, о чем сказал наш уважаемый эксперт. Хотелось бы спросить о том, какие должны быть шаги, то есть что видят перед собой в качестве цели организаторы блокады. Насколько я понимаю, главная цель у нас, у всех, может быть только одна, это восстановление территориальной целостности нашей страны и прекращение на ней боевых действий. Для того, чтобы это сделать, весь мир определил нам, и мы это прекрасно понимаем, другого варианта у нас нет, это реализация Минских соглашений. Наши гаранты Минских соглашений сказали о том, что это шаг деструктивный. Поэтому мое мнение о том, что это идет вразрез с международными обязательствами Украины, это идет вразрез с интересами Украины экономическими, о которых только что сказал эксперт, это идет вразрез с интересами украинского народа и украинского государства в целом. Спасибо.